Один из ключевых и трагических моментов того декабрьского дня появление перед мятежными полками генерал-губернатора Петербурга Михаила Милорадовича. За попытку усмирить заговорщиков и в одиночку переломить ход восстания генерал, прошедший десятки сражений и не получивший ни одного ранения, поплатился жизнью. Подробнее в материале из Петербурга. В музее артиллерии сохранились две важнейшие реликвии 14 декабря. Шпага Милорадовича с надписью «За храбрость» от великого князя Константина Павловича лежит напротив пистолета Петра Каховского. Именно из этого пистолета декабрист стрелял в спину Милорадовичу и именно с этой шпагой генерал появился на Сенатской площади. Осознание того, что восстание можно было избежать, толкало Милорадовича на почти самоубийственные действия. Есть такая достаточно убедительная версия, что Милорадович знал имена многих заговорщиков. Они были зафиксированы в его записной книжке. У него была своя полиция, как у генерала-губернатора, которая, конечно, следила, очевидно, за квартирой Рылеева. На Сенатской площади перед строем восставших Милорадович произнес пламенную речь, пытаясь устыдить солдат, прошедших с ним через множество сражений. Эмоционально генерал мог переломить ситуацию, и это почувствовали князь Евгений Аболенский и Петр Каховский, которого заговорщики готовили к цареубийству. Об одном из кульминационных моментов восстания говорит и другая редчайшая реликвия 14 декабря, хранящаяся в Эрмитаже, мундир Милорадовича. Шитые орденские звезды, пятно крови на подкладке. Описание ран, полученных генералом, оставил лейб-медик Петрашевский, прошедший с ним несколько кампаний. Кулевое ранение – это справа, сзади почечные части, и слева ранение от холодного оружия, проникающее тоже в брюшную полость. Умирающего генерала перенесли в казарму лейб-гвардии конного полка, причем характерная деталь бунта – по дороге у него были украдены ордена. По воспоминаниям очевидцев, последнее, чем успел поинтересоваться Милорадович, какой пулей он ранен. Пистолетный, ответил адъютант. Слава богу, сказал генерал, и вскоре скончался. Это был истинно романтический герой, как полагалось в то время. Ему важно было, от чьей руки он умирает. Пистолетный – значит, не солдаты. Значит, он, перестающий жить, быть графом, генерал-адъютантом, генерал-губернатором, прочее, 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 уносит на тот свет с собою самое главное для него, и как человека, и как воина – любовь русского солдата. Петр Каховский был казнен на Кронверке в числе других пяти предводителей восстания. Евгений Аболенский провел 13 лет на каторге и после освобождения скончался в Калуге в 1865 году. С недавним открытием на Черниговской улице Петербурга, первого в России монументального посвящения Милорадовичу, память о декабристах, убивших генерал-губернатора и их жертве уравнивается, чего не скажешь о равности заслуг перед Отечеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова